Это, конечно, было страшное зрелище. Я не знаю, что тут сказаться. Страшное зрелище, конечно, понятно, потому что для меня всегда самым важным всё-таки в Париже было Нотр-Дам. Тут и литература, и Гюго, и общая моя вообще детская любовь к французской культуре, и интерес громадный – всё это было связано, и всё это воплощалось прежде всего вот в образе Нотр-Дам. Даже ещё не осознавая того, насколько важным было вот это какое-то открытие, то, что произошло в архитектуре благодаря отчасти Нотр-Даму, потому что он один из первых был соборов готических, в которых начинались эти великие соборы. И этого я ещё, конечно, не знал сначала, но уже тем не менее вот это ощущение необходимости, какой-то важности этого собора возникало. Это был не только общенациональный, а, я думаю, общечеловеческий траур. Для всякого интеллектуального, более-менее, человека интеллектуального это была трагедия. Для любого. И для русского человека. Но в России вот такого, чтобы было для всех вот такой, какой святыни, нету места, в общем. Ну, если бы Успенский собор бы загорелся, это была бы катастрофой, конечно, для России. Но, скорее всего, только для России. Ну, это уже другой вопрос, мне кажется. Но и Успенский собор всё равно не играл бы такой роли, я думаю, как вот этот пожар в Нотр-Дам. Потому что Успенский собор тоже построен итальянским архитектором. И тут уже какое-то общее дело. А это именно французское было. То, что вложила именно Франция в мировое искусство. Я только могу сказать, что действительно вот в это время, вот то, что сейчас произошёл, произошёл этот пожар, вот эта катастрофа именно сейчас, в этом я вижу какой-то смысл большой. Потому что, действительно, это всколыхнуло совершенно сознание всего общества, я думаю, и не только французского, вообще человеческого. И, действительно, как-то оказалось, что не хлебом единым жив человек. И необходимо что-то вот такое, что совершенно не включено в разряд ценностей современного сознания, такого прагматического. И вот именно это вот, то, что не включено в это сознание, вот для этого сознания оказалось необходимым. И, может быть, даже самым важным. Вот. Но, может быть, не для всех, я понимаю, что не для всех. Это было бы преувеличением, но, тем не менее, для многих. Но какое-то время сейчас уж совсем, совсем уже безнадёжное. Вот, потому что, действительно, то, что я и пытался выразить в своей последней работе, вот это вот манипулирование сознанием людей, вот, и постоянно со всех сторон агитация и, ну, как вам сказать, управление как бы сознанием, уничтожение всякой личностного как бы мышления, личностного взгляда на всё. И вот всё должно быть, вместо информации в собственной сущности следует инструкции, что надо думать, и о чём надо думать, и о чём не надо думать, вообще не надо замечать. И вот это вот такая какая-то совсем отсутствие какой-то веры, отсутствие какого-то вообще чего-то, как выяснилось, необходимого для того, чтобы остаться человеком просто-напросто. Вот, сейчас это очень остро, мне кажется, стоит. Вот сейчас такое время, где вот этот, мне кажется, пожар очень может сыграть важную роль, именно такую спасительную, если хотите. Как будет дальше, конечно, я не знаю, но тут есть надежда, что это может действительно измениться, действительно повернуться к чему-то всё-таки более, ну, человеческому, более, ну, скажем, духовному, да, вот, к чему-то возвышенному, ну, просто так вот. Не просто материальная выгода, не только материальная выгода, вот что-то вот необходимое для нас, вот это. Ну, последние сто лишних лет, тут уже трудно сказать, потому что он очень сильно был изменён. И, конечно, было бы лучше, чтобы он был таким, как не последние сто лет, а первый, четырнадцатый, тринадцатый век. Ну, это невозможно, так что говорить тут не о чем. А что касается этого шпиля, ну, это же действительно девятнадцатый век, ну, что же делать, это не самое главное, я думаю. И, ну, я тоже предпочёл бы, чтобы он остался таким, как был. Мне кажется, это было бы лучше. Изначально вот эта вот гениальная конструкция с вынесением наружу, да, вот тяжести собора и всё это, и, в принципе, внутреннее пространство. Нет, он, конечно, принципиально тот же самый, но декорации сильно изменены были, конечно, в девятнадцатом веке. Ну, по тому представлению, которое было тогда, каким всё должно быть. Вот, потому что действительно собор был в жутком состоянии, почти разрушенный. Вот, и даже не из-за того, что какие-то вот революционеры старались, а потому что уже никто не относился всерьёз к нему. Считал, что это всё прошлое такое, дикость какая-то, варварская, что это к культуре вообще не имеет отношения. И само название готика такое унизительное. Это потом выяснилось, что это было великое искусство. Тогда как бы это презиралось. Хорошо нашлось два таких замечательных человека, как Гюго и Проспер Мереме, которые спасли собор. Ну, вот, ну, видите, тут, конечно, судьба собора очень сложная. Но, во всяком случае, факт тот, что он должен быть. Вот, и он, конечно, всё равно кровля должна быть перекрыта, как была. Ну, хорошо, башня, шпиль, как они называют, стрела, французы, которая может быть изменена. Но это, в конце концов, не страшно, я думаю. Собор всё равно останется собором внутрь дома.